Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас с вами новая игра. Я сегодня буду не одна, у меня есть помощник. Представишься? Меня зовут Данил, и сегодня мы будем помогать маме. Так, сегодня у нас с вами будет творческая игра. Мы с вами обычно развиваем внимание, мышление, память. А сегодня мы будем с вами просто фантазировать, развивать свою фантазию, воображение и творческое мышление. А для этого нам с вами понадобится картон, можно небольшой кусочек, можно побольше. Это опять же все зависит от вашего простора фантазии. У нас он небольшой, на нем уже нанесен шаблон вот такой вот черепашки. Опять же, поскольку у нас мышление творческое, поскольку мы сейчас с вами говорим про воображение, то вы можете нанести шаблон любого абсолютно существа, чтобы работать с ним. Нам понадобится вот эта вот зона, то есть самая большая, да, остальное все можно нарисовать какое угодно. Например, это может быть зайчик, может быть какой-нибудь космический герой. Все, что любят ваши дети и чем им будет интересно работать. У нас это морская черепашка, и Даня будет ее сегодня нам делать очень и очень красивой с помощью пластилина и различных вот таких вот материалов. По поводу материалов, что хочу сказать. Мы в данном случае используем бисер и ракушки, деревянные бисеринки, бусинки, поскольку это мы нашли быстрее всего, и это было у нас под рукой. Вы же можете использовать все, что угодно, начиная, например, с того, что есть на кухне, это самое простое, да, макароны, гречка, фасолинки, все что угодно. Все отлично подходит для такого рода поделок и для такого рода творческой работы. В конце у нас с вами будет еще небольшой бонус к нашему светлому празднику, который нас всех ждет. Вот, мы тоже приготовили небольшую поделку, покажешь основу для нее. Я думаю, что все догадаются, к какому празднике идет речь. Но это будет чуть позже, а сейчас займемся с тобой черепахой. Так, что ты выберешь? Какой цвет пластилина выберешь для основы? Два цвета будет? Ну, можешь начинать тогда украшать панцирь черепахи таким пластилином. Что нужно делать с пластилином? Мы его вот таким образом, да, разминаем, чтобы он был помягче, греем своим теплом. Все любят тепло, даже пластилин. Вот, мы его вот таким образом размяли и теперь начинаем наносить на нашу основу. Давай я тебе пока подержу, а ты наноси и размина его по всей площади панциря, чтобы во все места можно было потом что-то прикрепить ей. Да, пальчиками разминать. И вот таким вот образом мы, получается, разминаем, делаем не очень толстый слой, но такой, чтобы на него можно было что-то прикрепить, и чтобы он это все держал, этот слой пластилина. Когда мы разминаем пластилин, что происходит с пальчиками, да? Ну, что происходит, когда ребенок разминает пластилин? Тебе легко разминать? Легко не напрягаются пальчики? Ну, ты чувствуешь, что немножко напрягаются, да? То есть мы тренируем, опять же, мышцы рук, которые нам очень нужны во всех видах нашей деятельности, которые связаны с руками. Вот таким образом, такими движениями растирательными, да, мы растираем пластилин, разминаем его. Можешь добавить еще, я думаю, что здесь уже достаточно. И затем приступим уже непосредственно к творчеству и украшательству, назовем это так. А здесь у тебя будет другой, да, получается, цвет пластилина. Ну вот, уже творческий процесс уже пошел, фантазия уже у нас вовсю работает. То есть ребенку вот захотелось добавить другого цвета, разбавить немножко вот этот вот скучный, уже надоевший цвет, да, другим, более ярким. Давай, разминай. Вот, а пока Даниил занят у нас пластилином, я этого тебя буду придерживать, раз она катается, я расскажу, о чем же шла речь, да, о каком бонусе. Мы приготовили вот такие шаблоны пасхальных яиц. Скоро нас ждет светлый праздник, и вот такими вот яйцами, которые в дальнейшем мы украсим, можно, например, украсить пасхальное дерево, либо сделать гирлянду, либо просто подарить бабушке, дедушке. Я думаю, что любому будет приятно получить что-то, что сделано руками ребенка. Поэтому сейчас Даниил закончит у нас с пластилином и начнет украшать, а мы с вами посмотрим, каким образом можно украсить яйца. Так, давай, побольше добавь, и тогда проще будет раздвинять. Ну, давай. Устали ручки? Немножко стряхни их. Так, все, не забирай у меня. Я пока купила на дереве. Бери ракушки. Я пока подобрала на дереве, которые мне нужны. Ну, все правильно, так и надо. Так, вот, тебе так удобно или высыпать на стол? Так надо. Все, давай тогда приступай украшать. А я тогда тоже выберу себе какой-нибудь цвет пластилина и тоже займусь делом. Так, шептаться. Так, шептаться. Давай, добавь там еще бусинки есть. Есть маленькие. Можешь зелененький. Ой, голубенький добавить бисера, да? Посыпать. Только ты его не так насыпай, а немножко прижимай. Иначе он не будет держаться. Ты его поднимешь, черепашку, и все, высыпется с ней. Если ты украшаешь, то ты немножко прижимай его. Да, вжимай туда пластилин. Так, если ты закончил с черепашкой, можешь потом украсть еще яичком. Я тебе сейчас его желтым сделаю. Аккуратно. Видишь, все сыпется. Яичное сейчас еще уберу. Лишнее убирай. И вот это прижми так, чтобы оно не отсыпалось. Давай. Показывай черепаху, что у тебя получилось. Так, ну, черепашка у нас уже готова во всей своей красе. Тебе нравится, что получилось? Вот таким образом у нас получилась поделка уже готовая. То есть ребенок украшает серединку. И получается, что в целом это смотрится органично. И можно даже кому-то ее тоже подарить, например. Или повесить на стену. Ребенку будет очень приятно. Улетела у нас. Все, давай мы ее пока уберем в сторону. На твою красивую черепашку. Ты же знаешь, что есть у нас такой праздник. Праздник называется Пасха, да? И что мы на Пасху делаем? Украшаем. Черепах. Черепах мы не украшаем. Мы украшаем. Красим яйца. И печем кулички, да? И потом их тоже украшаем сверху. Так вот, сегодня мы с тобой займемся репетицией. Будем украшать яйца, но с помощью бисера. Давай я вот эту себе возьму. А ты вот этим голубым тогда. Сейчас мы... Ну, бери какой хочешь. Бери, это твое дело, но аккуратненько. Вот таким вот образом мы с ребенком можем проводить время, да? И при этом готовить, например, пасхальные открыточки, поделочки для бабушек с дедушкой. Бабушки с дедушками, скажу вам по секрету, очень это любят, очень трепетно к этому относятся. Это им дороже всяких материальных вещей, материальных подарков. Вот такие вот поделки, сделанные ручками ваших любимых детей. Поэтому никогда об этом не забывайте. И старайтесь их радовать и баловать такими вот подарочками, такими вот сюрпризами, да? При этом, что у нас у ребенка развивается, да? Наша любимая с вами мелкая моторика, о которой мы говорим чуть ли не в каждом видео. Потому что, например, работа с бисером, с более мелкими, да, такими вот вещами, как бисер, вот даже у меня сейчас вызывает небольшое напряжение, потому что его надо поймать, его нужно зафиксировать. И все это мы делаем с помощью наших рук, которые совершают очень тонкие, мелкие движения. И эти движения как раз и развивают нашу мелкую моторику. Так, ну, сильно украшать не будем. Долго, да? Но я думаю, что все поняли, что здесь все индивидуально. И здесь нет какого-то плана, шаблона. Как вам больше понравится, как больше понравится вашему ребенку, так мы и делаем. Мы ребенку не запрещаем украшать, как он хочет. Мы не говорим ему, что это не очень красиво, или линии там неровные, или у нас какой-то странный рисунок с тобой получился. Как ребенок украсил, так значит и хорошо, так и замечательно. Потому что это его фантазия, это его воображение, это его самовыражение. Это его творческое самовыражение. Вот. Ну, ты готов уже, я смотрю, да? Уже хочешь показать все. Ну, покажи, подними, покажи, что получилось. Вот такое яйцо у нас получилось. Если вы хотите, например, украсить пасхальное дерево, если вы делаете, есть у вас такая традиция, то можете просто здесь вверху проделать дырочку, повесить красивую тюсемочку, и на эту тюсемочку украсить вот так вот дерево, да, с этим яйцом. Можно даже... И тогда получите вот такая штука. Да, и можно даже с другой стороны, например, тогда тоже покрыть пластилином, чтобы когда яйцо на дереве крутится, оно было со всех сторон красиво. И вот такая черепаха. Да, или вот такая черепаха. Ну что, мы на сегодня закончили. Поставьте нам, пожалуйста, лайки. Я думаю, что мой помощник этого очень сильно заслужил. И поставьте подписочку. Да, подписочку. Подписывайтесь обязательно на наш канал, на наш телеграм-канал. Я думаю, что мы сегодня с Даниилом молодцы. Мы заслужили ваши комментарии и лайки. А на этом у нас все. Пока-пока. И подписки еще. Подписки обязательно.